Несмотря на праздничные дни, на Донбассе не утихают обстрелы. Боевики с начала суток 32 раза атаковали позиции украинских военных. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Один военнослужащий погиб, и еще один получил ранение. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Авдеевская промзона – одна из самых горячих точек в зоне АТО. Прошедшая ночь выдалась очень неспокойной. Вечером в районе десь годин восьми вечера был очень сильный огневая перестрелка. Мы думали, что все перебежали в атаку. Но, как все хлопцы, как я говорю, выявилось, что просто устроили огневый налет. Мы стреляли тоже, ответили их, чтобы они заткнулись. Интенсивные боевые действия велись до самого утра. Не обошлось без пострадавших. Военным медикам пришлось потрудиться, эвакуируя раненых прямо с передовой. Там новые сепари понаехали, которые хотят больше активности боевой. И поэтому начинают обстреливать разным калибром. Вчера так довольно сильно обстреляли. У нас двое раненых. Ну, один у меня был, и один у наших коллег. Мы тут на два напрямки працюем. У меня был трошки легший, там был трошки тяжший. Наверное думали, что это уже не довезут. Но довезли, эвакуировали, Днепр, вежив. Осложняет обстановку наличие растительности с густой листвой так называемая зеленка, благодаря которой боевики подбираются ближе к позициям украинских военных. Впрочем, к этому напрямки уже привыкли. А всего в паре километров военные представители местной администрации поздравляли немногих оставшихся в Авдеевке ветеранов Второй мировой с праздником победы над нацизмом. Это збойный сел Украины. Это другая бригада. Наказ такой, чтобы до единицы двумя ноликами прожили. Это наказ. А тут надо его наказ уже военный четко выполнять. Но лучшим подарком для стариков, конечно же, будет окончание нынешней войны. За дна. И быть победой. Да. Только победы. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук.